Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Музыкант, аранжировщик, композитор, человек, который пишет книги, литератор, да все это я говорю, музыкант Ленинградского рок-клуба Александр Донских фон Романов. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Саша. Спасибо за добрые слова. Ну, во-первых, это констатация факта. Ты таковой и есть на самом деле, и я очень рад тебя видеть в студии Комсомольской правде в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба», поскольку ты и есть самая настоящая легенда Ленинградского рок-клуба. Где ты родился? Так, вот, кстати, еще в те не так давние годы, когда мы с тобой еще вместе вели эту передачу, я заметил, что ты спрашиваешь все время об этом, что как бы это такой тоже пунктик. И на футболке у тебя вот рожденный в Ленинграде. Я пришлый. Я как Ломоносов, как Чайковский, как Юра Ильченко, как Вова Леви, значит, у моих вот сверстников среди. Ну, и как тройка восьмидесятников, иногородних Шевчук, Чеграков и Бутусов. Я приехавший. А, какую хорошую компанию ты подобрал себе. Да, да, да. Очень неплохую. А где же ты родился-то все-таки? Я родился на Урале в городе Соликамске, который, как из его названия следует, знаменит своими соляными залежами и стоит на реке Кама. Ага. Ну, на самом деле, для наших уважаемых радиослушателей, я должен честно признаться, что мы с Сашей давно знакомы. Я был у него в гостях дома. Правда, это был не город Соликамск, а город Березники. А город Березники. По соседству, да. И я знаком с его очаровательной мамой и вкусными пирогами, которые она готовила, поскольку мы были таким большим туром, большим концертом в городе Березники. Собственно говоря, откуда Саш к нам и приехал. У тебя звучала музыка дома? Конечно. Конечно. Это, правда, было в большей степени радио и программофонные пластинки. Вот. Ну, позднее телевидение появилось. Вот. Тоже у нас такой, помню, был телевизор смешной с этой, с пленкой разноцветной, знаешь, там, да? Чтобы цветной был. Голубое небо, в середине оранжевое, значит, земля и внизу зеленая трава. Вот. Поэтому так. Вот магнитофон папа мне отказался покупать. Сказал, что это все импортные всякие вот эти влияния. В общем, он был такой коммунист. Это миф. Сто процентный. Он отказался тебе покупать магнитофон. Да. И когда я получил паспорт, я уже, так сказать, брал его на прокат, в пункте проката. Проигрыватель купил. Вот. И радиола у меня была с проигрывателем. По радиоле я слушал голоса всякие. Вот. А на пластинке, я говорю, папа, ну, раз уж меня отдали в музыкальную школу, мне же надо на чем-то слушать. Чайковского, там, не знаю. Глинку. Ну, правильно. Бородина. Бородина. Вот. И всю могучую кучку вместе. Вот. Поэтому музыка была, конечно. Кроме того, в те годы было популярно такое развлечение, когда приходили в гости, а каждую неделю либо к нам, либо мы ходили в гости, люди, так сказать, покушав, выпив немножко, там, пели, пели хором. И вот это с детства мне запала, эта история. Ну, не говоря о том, что меня там на табуретку ставили, тоже там стихи читать и там петь про какого-нибудь там. С нами старый скворушка до весны прощается. Вот это все детское. То березка, то рябина. Ну, и так далее. Поэтому как-то вот пение, оно с детства мне как-то вошло. Но ни твой папа, ни мама не занимались музыкой, не играли ни на каких музыкальных инструментах. Нет. Папа, когда купил мне пианино, поскольку он был ученый, вот, и ко всему очень педантично подходил, он в какой-то газете нашел нотную строчку, как песня. Я, как сейчас помню, напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет. Это когда мы строили плотину египтянам. А, Суанск. Да, так. Вот. И я тебе хочу сказать, что он самостоятельно прочел какой-то учебник по нотной грамоте и одним пальцем вот эту нотную строчку тыкал. И проиграл ее. Проиграл ее, да. Так что вот. Ну, а я учился в музыкальной школе. В музыкальной школе это ты сам изъявил желание или все-таки... Нет. Нет. Родители, ну, как все родители, они же как бы детей пристраивают куда-то, какие-то секции. К спорту я был предельно равнодушен с детства, как, в общем-то, и сейчас. Поэтому сначала были фигурные катания популярные очень по телевизору, помнишь, да, эти смотрели. Да, ты на коньках. И я там пистолетики пару раз прокрутил, там, да, потом набил себе, там, значит, колени разбил. Вот. И как-то разонравилось мне кататься на коньках. Вот. И, конечно, ну, и тогда отдадим в музыкальную школу. Вот. И с восьми лет я, значит, учился. В школу музыкальную пошел с удовольствием, с радостью или все-таки это было такое легкое насилие? Ну, как тебе сказать, в принципе, в принципе, мне это было интересно, да. Но, как все дети, конечно, мне хотелось больше бегать по улице и, так сказать, как-то, вот. А сидеть в музыкальной школе, ну, ты же знаешь, да, это два часа в день как минимум надо сидеть, а еще уроки школьные и все это. И как бы, понимаешь, парни гоняют в футбол во дворе, на великах ездят, а я даже до сих пор на велике не умею ездить, потому что все как-то вот туда. Поэтому я учился на плохие, на средние очень оценки, 3-4, так все это было. Но, тем не менее, вот это мне очень помогло впоследствии и, в общем, не прошло даром, скажем так. Да, это очень здорово, что, на самом деле, нас родители отдавали в музыкальную школу. Я тоже ходил в музыкальную школу. Все то же самое. По фортепиано, да? По фортепиано, да. Ну, естественно. Потому что носить с собой еще трубу или там скрипку, или, не дай бог, баян. Я ланчей. Да, это для меня вообще было невозможным просто. Скажи мне, а вот сама первая музыкальная нотка, вот группа, или что вот первое, что вот действительно запомнилось тебе с самого детства, что перевернуло твое отношение к музыке? Ну, как тебе сказать, в отношении песен, как бы, я уже поделился, что песни, да, вот пение и песни, это всегда было как-то так. А вот именно из курса музыкальной школы мне попался чудесный вальс композитора Ребикова из какой-то там пьесы «Елка», кажется, удивительной красоты произведений. И оно настолько меня воодушевило, что я и сам написал какой-то вальсик, вот, это было, ну, я не знаю, лет 13-12, может быть, даже, вот, и понес учительнице своей. И в своем романе «Призраки города Ян» я писал это событие, я ей принес весь красный, потный и дрожащий, сыграл это все, по нотам написал, написал на нотах. И вдруг учительница мне говорит, ты это сам сочинил? Не может быть. Ты это списал где-то. И я просто опозоренный, понимаешь, иду домой, волокую эту папку с нотами и думаю, никогда в жизни больше никому ничего не покажу, никакой своей музыки. Но я нарушил это. Какой кошмар, действительно. Да, Санечка, вот обломы в детстве, они памятные очень. Самое смешное, что примерно то же самое, чуть-чуть, там, может быть, двумя годами позже, произошло с литературой. Учительница литературы говорит нам, ребята, кто пишет стихи, останьтесь после занятий, я с вами там побеседую. Остались три девочки и я. Вот, значит, она прочитала все это наше, там, та-та-та, сама нам почитала, что-то она, Светлова очень любила, там, девушка в прострелянной шинели и так далее. Вот. Потом говорит себе, ну ладно, дети, идите. А ты, Саша, останься. Ушли девочки, и она мне говорит, вот, слушай, тебе 14 лет, ты пишешь о любви, а что ты можешь о ней вообще знать? Та же реакция же, никогда никому не показывать, наверное, тайно заниматься. И я очень доволен, что все-таки Александр нарушил, Саша нарушил это, так сказать, данное себе обещание и писал и музыку, и тексты, и вообще стал литератором, поскольку за его плечами уже есть издание одной, по-моему, книги. Роман. Роман даже. Ну, а сейчас я бы хотел, чтобы ты предложил нашим радиослушателям что-то послушать из своего творчества. Ну, я позволю себе предложить вашему вниманию песню, которая называется «Шествие». Стихи я ее взял из поэмы с тем же названием Иосифа Бродского. Вообще, с Иосифом Бродским меня познакомил Майк, об этом мы еще поговорим попозже. Вот. И когда он, значит, у него была такая папка «Дело», номер, знаешь, вот это смело, знаешь, да? И там на машинке перепечатана была вот эта поэма Иосифа Бродского «Шествие». Когда ему подарили книжечку зарубежного издательства, он любезно мне переподарил вот эту папку с этими чудесными стихами, и я выбрал оттуда несколько четверостишей, положил их на музыку. «Шествие» Иосиф Бродский, музыка моя. Слушаем. Пора давно за все благодарить, за все, что невозможно подарить Когда-нибудь кому-нибудь из нас И улыбнуться словно в первый раз В твоих дверях ушедшая любовь Но невозможно улыбнуться вновь Прощай, прощай, шепчу я на ходу Среди знакомых улиц вновь иду В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» У нас сегодня в гостях музыкант Ленинградского рок-клуба, Участник группы «Зоопарк», дезератор, композитор, да просто хороший человек Александр Донских фон Романов Саш, продолжим наши с тобой воспоминания о детстве, о юношестве, О нашем с тобой становлении на большую взрослую жизнь Заканчивается учеба в Березняках, Сарикамске В Березняках я закончил школу, да И ты направляешься куда? Что ты хочешь? В Ленинград, естественно Ленинград, ну, во-первых, как тебе сказать? Есть такое вот... Хотя меня возили родители, как, ну, и всех нормальных детей тогда В то время и каждое лето на Черное море И в Киеве мы были не раз, там родственники наши жили И в деревне под Нижним Новгородом, под Горьким тогда Но, когда я попал в первый раз в Ленинград В пятилетнем возрасте Этот город сразу меня загипнотизировал Вот, несмотря на то, что там тоже такой был эпизод Значит, папа, как я уже говорил, такой очень пунктуальный человек Все у него... Педальтичный Педальтичный, вот, да, спасибо И, значит, Эрмитаж Четыре часа, а мне пять лет Из зала в зал бегать мне вот этой ходьбы И все, я устал дико уже, я ничего не вижу, ничего не понимаю И мы зашли в Гобеленовый, в этот коридорчик Где вы там... И там диванчики Там не везде и присядешь в Эрмитаже Диванчики И я лег на этот диванчик Тут слева какие-то олени, короли всякие разные на коврах И думаю, как хорошо, останусь здесь навсегда Поэтому, конечно, я поехал в Питер поступать Но, опять-таки, как послушный сын Сначала поступил в Техноложку на физхим Это родители? Это по папиной долине, как бы он говорит Ну что, музыка, несерьезно Вот, но, тем не менее, уже набит... И ты поступил? Да, с отличием, конечно Как иначе? Я хорошо учился, был умный мальчик Не то, что сейчас То есть, выполнил наказ родителей? Ну да, 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 конечно Тогда же было не принято, знаешь ли, так сказать, оспаривать родительские мнения Там музыка музыкой, а высшее образование подавай Говорит, ты сиди вечером, играй себе там сколько хочешь Придешь с работы и играй И играй Но, тем не менее, я уже на абитурии создал группу в Техноложке Потом, значит, влился в группу Технологического института такую Даже Бурлак о ней написал в энциклопедии Длинная дистанция, туда меня взяли солистом Вот, соответственно И ко второму курсу я просто перестал ходить на занятия Зачем мне вот эта физика, химия Все вот это, когда Плюс еще поступил в Союз композиторов Там был такой семинар молодых композиторов При Ленинградском отделении Союза композиторов Вот, Юра Касьяник там, кстати, тоже учился Не так давно он был у нас в студии И рассказывал об очень многом Узок круг этих революционеров Короче говоря, музыка так меня как бы захватила Что меня, собственно, на втором курсе в зимнюю сессию Должны были отчислить за академию успеваемости Приехал папа Пошел с папой Мы пошли с папой к ректору Ректор ему говорит Петр Александрович Ведь вы знаете, у нас так много вот этих вот людей Которые занимают чьи-то места Вот сидят там какие-то якобы инженеры Якобы какие-то ученые там и все А у вашего сына призвание к музыке Это очевидно Может быть, ему заняться своим делом Вышли от ректора Папа говорит Ну, раз ректор сказал И дальше идет такое слово из трех букв Ну, с тобой Делай как хочешь Но Раз уж ты сам выбрал Не рассчитывай как бы на помощь Вот Типа Сам добивайся всего Я поступил тут же в 77-м году в Институт культуры Единственное, факультет, который там занимался академической музыкой Это дирижер академического хора Как ты легко об этом говоришь Поступил туда Легко поступил Это же так все было сложно в 70-е годы Надо быть действительно умным человеком Ну, наверное, так оно и было Я льщу себе надежды Во-первых, у меня была рекомендация от Лоска От Союза композиторов Что вот так и так Во-вторых, на программу Там надо было играть же что-то Мне учить лень Какие-то пьесы Я сам сижу, сочиняю Пишу, строчу И я просто симпровизировал Какую-то пьесу на фортепиано Написал, знаешь, какой-то Пупкин, Шмупкин Не знаю, как Галлюциногенов Георгий Иванович Да-да-да Г-и Вот Да Они говорят А где вы взяли такие Я говорю В Союзе композиторов Да, вот мне дали ноты Это новые композиторы Мало пока кому известные Но очень интересные Ну, я говорю И что-то проскочило Проскочило Да, да, Милова Как говорится Наглость города берет Ты знаешь Эту стратегию В общем, короче Я поступил туда В культуру И тут Значит В Лоске В Союзе композиторов Одним из педагогов Был Александр Григорьевич Гаврилов Покойный Плестящий пианист Закончил Консерваторию Ленинградскую По двум отделениям Композиторское И фортепианное Композиторское Он закончил Вместе с Известным Нашим Композитором Дай бог памяти Антифоны Слонимским Со Слонимским Слонимский Вот И даже говорит Что помогал ему Решать задачки По полифонии В общем Великолепный музыкант Который Кстати говоря Вот дипломную Свою работу В консерватории А так она Называлась Композиторский Язык Группы Битлз В 71 Году Ему завернули Конечно Эту работу Он взял Академический Отпуск По состоянию здоровья Через год Опять ее дает Он говорит Вы же не понимаете Русского языка Вам сказали Что возьмите Другую тему Он говорит А я уйду Опять В отпуск И через год Опять вам принесу Махнули рукой Думают Ах ладно Пусть там На полке Стоит где-то Так что это первое В мире Я полагаю Теоретическое Конкретное Такое Труд Да Исследование И он познакомил Меня с Колей Васиным Естественно У кого он брал Материалы по Битлз А Коля Васин С Олей Першиной А Оля Першина С Майком С БГ И со всем Со всем аквариумом Ах вот Оно Вот я как раз Хотел тебе задать вопрос Ты закончил Институт культуры Нет конечно Дипломы не для нас Сейчас конечно Я понимаю Что это Оно Тогда знаешь И тем более Что такая история Произошла В романе Тоже сам я это описал Уже на первом курсе Прямо в начале 9 октября 77 года Я участвовал В дне рождения Джона Леннона Коли Васина В Красном селе проводил И всех там арестовали Забрали в менты Продержали Часов 6 Допросили Сфотографировали В полный рост Жаль фотографию Потерял Даже такое пальто Пальто до полу Шарф Ниже колен Волосы Вот такущие И шляпа в руках Еще фетровая Короче говоря Пришла телега По месту жительства Родителям И соответственно По месту учебы И там начались Слушать сейчас Темброво разнообразить Разнообразить это все Вот И мы записали Вот такое вот Хоровое произведение Автором его является Один наш с тобой Общий знакомый Вот Но я думаю Наши слушатели Сами догадаются Слушаем Трамвайном депо Пятые сутки бал О-о-о Из кухонных кранов Бьет веселящий газ Пенсионеры в трамваях Говорят о звездной войне Держи меня Будь со мной Храни меня Пока не начался джаз Прощайте, друзья Переставим часы на час О-о-о В городе новые стены Но чистый снег Мы выпускаем птиц Это кончился век Держи меня Держи меня Будь со мной Будь со мной Храни меня Пока не начался джаз Ночью так много правил Но скоро рассвет О-о-о Слетенье людей Крылья, хранящие нас Мы продолжаем петь Не заметив, что нас уже нет Держи меня Держи меня Будь со мной Будь со мной Храни меня Пока не начался джаз Держи меня Будь со мной Будь со мной Будь со мной У нас в гостях Александр Донский Радиослушатели Я хочу обратить Ваше внимание На ту цифру На тот год Который сейчас Назвал Саша 1979 год А я хочу напомнить Что рок-клуб Открылся в 1981 году Поэтому эти музыканты Которые потом Представляли И были членами Ленинградского рок-клуба Они на самом деле Играли эту музыку Уже и до Открытия рок-клуба Конечно А где вы выступали За парком Или просто с Майком Науменко Я просто вот еще чуть-чуть Это самое Дополню твои слова Что вот уже еще Будучи студентом Технологики В 70-е годы То есть начиная с 75-го Мы постоянно бегали На сейшены Там были земляне Те вот не Киселевские А те вот еще Первые Да Евгения Мясникова Да Мифы Вот машина времени Приезжала довольно часто Сначала с Юры Ильченко А потом Юра Ильченко Ушел оттуда Вот То есть Вначале Нива забрали к себе А потом он ушел от них Да Да Вот То есть как бы Вся эта среда Была мне достаточно Хорошо знакома Но близко мы подружились С Майком У нас познакомила Как я уже говорил Оля Першина Это было на улице Восстания Дома у Севы Гакеля Была репетиция аквариума Это недалеко от станции метро Между площадь Восстания И Чернышевской Чернышевской Недалеко от станции метро Чернышевская Вот Ну и знаешь Тоже как бы Мы молодые Все амбициозные были Такие Я пришел Такой Они такие Здрасте Здрасте Вот Ну и заговорили Как бы тогда Был общий пароль Общий знаменатель Разговоров Это музыка Что слушаете Вот Ну и я там Вытащил Стоят пластинки Порылся Вытащил Фрэнка Заппа Апостров Говорю Вот песня Don't you eat this yellow snow Не ешь этот желтый снег Вот И вот это вот Give me your dirty love Дай мне свою грязную любовь Наш человек Короче Ну я должен вам сказать Что в те времена Имя Фрэнка Заппа Не было знакомо Я думаю Ну 95% Тех кто слушал Вообще музыку Ну были отдельно Запписты Вот кто Заппу Собирал И слушал Потому что там Гораздо в большей степени Текст важен Конечно Вот Ну в общем Так или иначе Мы после этой репетиции С Майком отправились Как-то по пути Нам оказалось И мы болтали Гуляли Довольно долго И как-то очень быстро Подружились Вот Это был там Год Допустим Ну где-то 78 Скажем так Вот Причем Майк сказал Что видел меня До этого На выступлении У Коли Васина Вот И Скал что Это было в высшей степени Неприлично По этим временам Это был Вершина комплимента Потому что у меня были Накрашены глаза Там знаешь Это как у Ози Осборна Я такой В общем все это Ну короче говоря Мы подружились С Майком Вот И когда В 79 году Майкл Кордюков Покойный Барабанщик Группа Аквариум Вот Он решил И диджей И диджей Первый Из известных мне диджеев Да Вот Он решил Такую коммерческую поездку Устроить Собрать состав И поехать Поработать в ресторанах Вот Это потом Вот кабаком Эти мне рокеры Тыкали в нос Довольно часто Пока сами Не осели В ресторанах По пивнушечкам Да 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 Так что Это самое И мы поехали Значит он взял Меня в качестве Клавишника солиста Сам на барабанах Басист и гитарист Два молодых Каких-то парнишки Кто на барабанах Майкл Кордюков Майкл Кордюков На барабанах Я клавиш и голос Два каких-то Мальчика Бас и гитара И он взял еще Майка Знаю Ну Знаю о нашей дружбе Взял Майка Так Так сказать Тоже как бы И он пел Там какие-то рок-н-роллы И на гитаре И мы поехали сначала В город Ковров Известный своим Горнолыжным Вот этим Так сказать Потому что Майкл Помимо вот Модности Типа диджейства Он еще И горными лыжами Увлекался Тоже такая Знаешь ли Весьма В те времена Аристократическое Хобби Вот скажу так Вот И мы сначала В Коврове Там значит Осень провели 79-го года А где-то уже В конце осени Поехали на Домбай Чигет Тиберда Вот В горнолыжный курорт Заповедник В общем Чудное Чудное время И вот за это время Поездки Мы как-то Особенно подружились С Майком Вот Даже песенку написали Одну первую Совместную Правда На английском языке Она была Down in Dombay Как раз Про горные лыжи Да Но я потом Ее перевел на русский И включил в альбом 2000-го года Ремайк Майк хорошо говорил По-английски Великолепно Он действительно знал язык Абсолютно Спокойно Он мог говорить Это слышно Да Например Вот в интервью Джайл Он прекрасно Все это Ну со словарем Конечно Потому что Но тем не менее И мы Много времени Уделяли именно Обсуждению Каких-то Поэтических Тонкостей Тех или иных Наших любимых Авторов Вот Майк еще рисовал Да Великолепный был График Ой господи Я не знаю Вот сейчас Вроде как В этом году Издательство АСТ Перевыпускает Наконец-то Уже Стучу по дереву Полное собрание Текстов И стихов Майка Который Издавал Саша Старцев В 2000 году И таким Бешеным тиражом В тысячу экземпляров Понимаешь Давно уже Эту книгу С миноискателем Не отыскать Ну вот А значит И там будут Иши Петровского И мои комментарии Вот Поэтому Надеюсь Что когда-нибудь Соберут и рисунки Майка В какую-нибудь Одну книжечку Да Это было бы здорово Потому что Мы бы тогда Увидели Мы бы увидели Полный Творческий Рассвет И вообще Все то Что мог творить Удивительный человек И фантастический музыкант Майк Науменко Что сейчас будут слушать Наши радиослушатели Ну раз уж речь зашла О Майке Науменко Вот давайте еще Одно такое хоровое Псевдо-хоровое Из двух человек Хора состоящий Из меня И вышеупомянутого Павла Линейкина Вот На стихи Майка Науменко Причем Здесь я оговорюсь Что Это часть проекта Который Ну вот Моя как бы Навязчивая идея Это Создание Большого Музыкального спектакля Оперы Практически То есть Где все поют На стихи Майка То есть Либретто Представляет собой Калаш Из стихов Майка А музыка В большинстве случаев Другая Так вот И в этой песне Это фрагмент Из стихов Из песни Уездный город Н Вот И она Как бы Вот этот хор Открывает Вот это действие Этой оперы Называется Город Стихи Науменко Музыка моя Как давно я слышал Об создании этой оперы Очень хочу Чтобы она Все-таки состоялась А сейчас Слушаем Этот город Странен Этот город Непрост Жизнь Бьет Здесь Ключом Здесь Все Непривычно Здесь Все Верк ногами Этот Город Сумасшедший Дом Все Лицах Знакомы Но Каждый Играет Чужую Роль Для Того Чтоб Хоть Что Нибудь В этом Понять Нужно Знать Тайный Пароль Мы Приглашаем Вас Побродить Средь Плащадей Домов И стен Лучше Один Раз Увидеть Чем Сто Раз Услышать Вот Он Уездный Город В студии Радио Комсомольская Правда В Санкт-Петербурге В программе Легенды и мифы Ленинградского Роклуба У нас в гостях Музыкант Литератор Участник И не просто Участник Один из Создателей Программы Легенды и мифы Ленинградского Роклуба Александр Данских Фон Романов Да-да Я не случайно Сделал это В заставке Потому что Именно с Сашей Именно 4 года назад На Комсомольской Правде Вместе с Главным Редактором Дмитрием Дилинским И вообще Всей Комсомольской Правде Была придумана Вот эта передача С названием Легенды и мифы Ленинградского Роклуба И Александр Данских Фон Романов Вместе со мной Были первыми Ведущими Этой передачи Было это 4 года назад Это первое А второе Что я хочу сказать Я хочу поздравить Александра Петровича Данских Фон Романов С наступающим Днем Рождения Поскольку Эта передача Выйдет Именно в канун Твоего дня рождения И я искренне Хочу пожелать тебе Здоровья Успехов Творческих Успехов Не останавливаться Ни на чем Зная Что мы Победим Везде Было бы только Желание А оно есть Спасибо Саша Огромное спасибо От всех наших Радиослушателей Тоже поздравления Низкий поклон Вам за Внимание Ваше Вот И кстати Я припоминаю Что одна из первых Передач Была в твой День рождения Да Совершенно верно Альфа и Омега Ну поскольку Мы являемся Создателями Данной передачи То не пригласить Тебя В год Четырехлетия Я просто Не имел Права Поэтому Огромное спасибо Что нашел Время И спасибо Что пришел Ну а теперь Давай вспоминать Снова Те давние Приятные Долгие И интересные Времена Как вообще Воспринимали Группу Зоопарк Официальные Представители Ленинградского Роклуба Коля Михайлов Джордж Нинсанна Ну в общем Все Я понял Да Как тебе сказать В общем-то Так Отечески Я бы сказал Вот Ну Коля нет Коля Коля Михайлов Наш человек Вот А так сказать Все остальные Ну так Это знаешь Слегка Зашалости Бронил И на концерту И на сцену Выводил Да Вот Поэтому Конечно Были Так сказать Какие-то Нарицания И были Какие-то Как раз В работе Над книжкой Текстов Скажем Вот Песня Дрянь Знаменитая Майка Там Есть такая строчка Ты хочешь Чтобы все было По первому сорту Но готова ли ты К 502 Аборту Вот Слово аборт До этого В песнях Не звучало Никогда Вот После Да Вот У Веселкина Помоги мне Сделать аборт С Наташей Пиваровой Там это припевом Уже идет Вот И конечно Майку тут же сказали Слушайте Уберите Это нельзя И Майк Переделал Ты хочешь Чтобы все было По первому сорту Прости Дорогая Но ты бьешь Все рекорды Он вообще Виртуозный Виртуозный Совершенно А Это не миф Действительно Слово аборт Вот до такой степени Ну Санечка Да 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 Ты что не помнишь Что Я-то помню Это я для наших Вадеуслушателей Говорю Что Знаете Мне все так легко И просто было Что-то Что-то А как Майк Относился Ну я не знаю Как автор Ему предлагают Изменить что-то Он говорит Категорически Нет Или говорит Да бог с вами Не ну за неимением Гербова пишут На простой Понимаешь Тут как бы Выбора Это не было Особого Вот Уже как бы Приходилось Немножечко Выкручиваться Скажем так Да Но Все это Обращалось В такой Юмор И как бы Раз уж Приходится делать Какие-то Обязательные вещи То сделать это Виртуозно И еще с какой-то Сподколочкой Такой знаешь Для своих Чтобы было понятно Та же история Была вот скажем С песней Хиросима На первом рок-фестивале Вот Которую мы вместе С Майком написали Потому что нужна была Антивоенная песня По Так сказать Программе Обязательно На этом же фестивале По-моему Стал победителем Виктор Цой На втором На втором Я объявляю свой дом Без ядерной зоной Совершенно верно Аквариум На первом Фестивале Пел Мне снится пепел И они такие Слайды транслировали С ужасами Из Вьетнамской войны Вот В общем Кто как мог Выкручивался И мы написали С Майком Вот эту Хиросиму Он потом В интервью своем Как-то Сказал Что Мне вот часто Тучат Это В нос Такие Упертые поклонники Что Единственная песня За которую Мне стыдно Эта Хиросима А мне вот Ни капли за нее Не стыдно Ни каплюшечки Совершенно Потому что Во-первых Это было Ну Я тебе Не тебе рассказываю А слушать Потому что Ты-то там Прямо Принимал Самое активное Участие Да И в записи В записи Зоопарка С первого фестиваля Как раз Под болеро Равеля В конце Там выходишь Ты И твой Неповторимый Уникальный Тембр голоса Говорит Что в белой гостиной Вы можете ознакомиться С новыми достижениями Литературы И это все Встало в концепт Потому что У меня была идея Сделать такое То что потом Сережа Курехин В поп-механике Воплотил Вот Мы использовали Запись Классического Произведения Болеро Болеро Вот Использовали Дикторский голос Там значит Вначале такой А-ля Левитан Такой говорит Когда в августе 45-го года Американские Летчики Летели Бомбить Хиросиму На протяжении Всего полета В их наушниках Звучало Болеро Равеля И тут Начинается Болеро Мы там Изображаем Фриджаз Какой-то Все там Всякие Всякие Ба-ба-ба-ба-ба Потом Начинается Блюз Такой Кондовый И в конце Тоже все это Рушится Какие-то Значит Звуки Бомбежки То есть Мы использовали Шумы Использовали Трекинг Использовали Дикторов Ну и Там разную Стилистику Поэтому В общем И в конце Как раз уже Когда мы все Уже ушли А Болеро Равеля Все еще Там играет И выходишь Ты И так тоже Ты так вписался Органично В эту композицию Вот что Мой приятель Один даже Рингтоном Себе сделал На телефоне Ну значит Не зря Мы все это Делали Не зря Мы выходили На сцену Не зря Мы обращались К нашим Зрителям Которые находились В зрительном зале Мы Практически Подошли К окончанию Записи Первой передачи Но я беру Александра Слово И он мне его даст Что он обязательно Придет в следующую Субботу И мы обязательно Продолжим эти Необычные Очень добрые Очень приятные Воспоминания О нашей молодости О наших друзьях Товарищах Которые были Рядом с нами И остаются Рядом с нами Всегда А сейчас мы Прощаемся С вашими Радиослушателями Всего самого доброго До свидания Пока До свидания Дорогие друзья До новых встреч